Не забудь подписаться и включить колокольчик на моем втором канале Клеопатры ТВ, потому что все стримы и прямые трансляции в ближайшие три месяца будут проходить именно там. Ссылка на канал оставлена в описании. Всем-всем привет, с вами Клеопатры. Открыт набор, клан 12-го левла под названием Бухалк. Прием начиная от 9-го тоунхола с фуловой прокачкой и героями 30-30. Заявки ниже не рассматриваются. В клане приоритет это Лига военных кланов. Участие в клановой войне по желанию, однако же перед тем как попасть в КВ необходимо пройти испытания. У главы имеются все аккаунты начиная от 9-го тоунхола, поэтому испытания можно будет пройти вместе с ним без каких-либо проблем. Для клановых игр минимум 2000 очков, донат стараться поддерживать один к одному. Сколько взял, столько и отдал. В свою очередь ребята предлагают хороший варлок не только по Лиге, но еще и по КВ, 207 побед и всего 40 поражений. На КВ участвуют все тунхолы, начиная от 9-очек, заканчивая топами. Т-кланы, конечно, находятся в описании. Появление клановой Лиги в игре очень многим игрокам пришлось по душе, несмотря на возможные минусы, которые есть в данном режиме. Для сегодняшнего видео мы с вами поговорим о том, как же тащить клановую Лигу, как постоянно выигрывать и надо ли это вообще. И сегодня я расскажу о том, как проходит клановая Лига во всех трех кланах моего семейства. И начнем мы с вами с Академии ДМ Лайт. У ребят все 7 дней выиграны, довольно сильный отрыв в своей группе от других кланов и, соответственно, первое место. Процент тоже достаточно хороший относительно других кланов, что также немаловажно, поскольку если у вас одинаковое количество звезд, то, как обычно, все решает процент. Конечно, баланс не всегда был на стороне ребят. Иногда бывало, что перевес был на стороне соперника и плюс сейчас пофиксили фишку, когда можно было просматривать заранее, какие базы, какие тоунхоллы стоят у оппонента. Так что сейчас играем, по сути, вслепую, не видя, какие ратуши у вашего соперника. Да и на самом деле баланса в ЛВК искать не стоит, ведь разработчики официально сказали, что баланса в этой Лиге не будет. Потому что изначально Лига планировалась как обоюдная встреча двух кланов и подбор баланса как бы друг по другу. Но сами согласитесь, какой клан будет выставлять более слабый состав, если у него есть сильный. Поэтому в ЛВК вам необходимо брать всех участников вашего клана. Это первое обязательное решение, которое вам в дальнейшем очень сильно поможет. Потому что вы не знаете, насколько у вас будет сильный соперник. И даже если вы думаете, сидя, например, в золоте, что вам не понадобится ТХ-12, всякое может быть. У вас может быть соперник, у которого будет ТХ-12, а вам будет нечего выставить. Поэтому обязательно берите абсолютно всех участников вашего клана в ЛВК. Взять или не взять какого-то игрока вы можете решить последствия сами. А вот если изначально в закрут не возьмете, этого человека поставить уже не получится. Еще один секрет для подъема Лиги в ЛВК. Если вы уверены в своих силах, если вы чувствуете, что вы можете хорошо атаковать, что у вас хорошо это получается и вам легко перейти в следующий тур, то, естественно, нужно повышаться. Потому что чем выше у вас Лига, тем, конечно, лучше у вас награды. И для того, чтобы повыситься, вам необходимо брать на 1-2 ТХ-холла выше, чем предполагает ваша Лига. Что я имею в виду? Ну, к примеру, та же самая Золотая Лига, в которой обычно играют 9-ые ТХ-холлы. Если вы хотите повыситься, если ваши девятки уверенно бьют оппонента, неважно, насколько сложная база, и вы чувствуете, что можете играть в Лиги выше, то возьмите с собой 1-2 ТХ-11. Они вам очень пригодятся. Ну, а если есть ТХ-12, то вообще шикарно. Естественно, будет перевес на вашей стороне, вы будете дисбалансерами относительно других соперников, но, тем не менее, это даст вам огромное преимущество. Потому что соперник вряд ли сможет снести ваш 11-ый и 12-ый ТХ-холл, ну, хотя бы на 2 звезды, если он хорошо прокачит. И, конечно же, ваш 11-ый и 12-ый ТХ, естественно, трешнет любую десятку, и тем более уж девятку. Так что здесь преимущество будет явно на вашей стороне. Однако, если вы видите, что вам сложно, даже в текущей лиге не стоит лезть из кожи вон и пытаться перейти в следующую, потому что в следующей лиге вам придется набрать себе еще большее количество более высоких и прокачанных ТХ-холов. Поэтому, если вам тяжеловато даже здесь, оставайтесь там, где вы находитесь. Я, кстати говоря, заметила такую тенденцию, что с каждой лигой игроки сами себе, скажем так, усложняют ЛВК. Потому что, когда ЛВК только начинался в октябре месяце, к примеру, в лиге мастеров третьего уровня, можно было спокойно находиться, если у вас есть примерно 5-6 12-ых ТХ-холов. Однако, спустя буквально 1-2 сезона там уже было с таким составом весьма сложно. И чаще всего такие кланы уже, конечно же, сливались в лигу ниже. Казалось бы, лига осталась та же, однако требования к ней стали как бы искусственно повышены самими же участниками, сами того не подозревая. Поэтому, если даже сейчас вам тяжело в текущей лиге, не старайтесь перейти в следующую, потому что вы там просто не удержитесь и сольетесь обратно. Также при переходе в новую лигу нужно быть готовым к тому, что вам придется бить на 1, а то и 2 ТХ-хола выше себя. К примеру, вот здесь 10-ый ТХ-хол бьет свое зеркало, и это не десятка, а ТХ-12, пускай и зарашенный. Оно, тем не менее, с 4-мя арбалетами, с 2-мя инферно и даже с орлом. И тут, конечно, очень важно понимать механику игры, что происходит на более высоких ратушах. И чтобы в панике не бегать и не рвать на себе волосы с криками, как же атаковать этот ТХ-12 и пересматривать все ролики на ютубе, советую кидать своим соклановцам с более низким тонхолом испытания в чате. К примеру, вы 11-ый ТХ-хак бросаете свою базу с вашим орлом для девяточки. Конечно, на трешку, естественно, он не снесет, но тем не менее, 2-ку сможет выбить. Вот эти навыки очень помогут потом в ЛВК. И, кстати говоря, в ЛВК при дисбалансе гораздо легче играть тем игрокам, которые в свое время поднимали с Титана той в легенду, поскольку эти игроки привыкли бить базы выше себя и знают и понимают механику игры на более высоких тонхолах. Продолжение следует... Ну а мы с вами передвигаемся в другой мой клан под названием DM Clan Games, клан, посвященный клановым играм. Здесь немножечко другая история по Лиге военных кланов, поскольку данный клан изначально не был предусмотрен и не развивался именно как КВшный клан. Ребята делали упор именно на клановые игры, поэтому прием здесь только по достижению чемпион игры и здесь нет каких-либо критериев касательно вашей прокачки. Поэтому и состав получается на ЛВК очень разношерстный. Здесь есть и 12-ые тонхолы, и 10-ые, и внизу даже девяточки с восьмерками. Что касается баланса, баланс тут тоже был, честно говоря, не лучший, но ребята пытались справляться как могли. Вот, к примеру, атака с 9-го тонхола на 11-ый ТХ, у которого еще нет Орла, но тем не менее все равно перевес по тонхолу есть. В составе у нас гиганты, боулеры и, конечно, ведьмы, тот самый известный микс. И на такие квадратные прямоугольные базы он заходит очень даже хорошо. Самое главное это особо не подпускать мультиинферно к вашей армии, потому что здесь вся суть заключается в спаме. Если мультиинферно убивает у вас спам, то, по сути, вся атака у вас сводится к нулю, потому что кроме спама здесь ничего не может атаковать. И вот этим большим количеством скелетиков, боулеров как раз-таки достигается успех. Поэтому в данной атаке было использовано довольно большое количество морозов, чтобы приглушить действия инферно, но еще и заодно в каких-то стране дефа, которые находятся рядом, потому что база довольно плотная. Этот сезон для ДМ Клан Геймс стал очень успешным, они повысили свою лигу, хотя три предыдущих сезона находились в одной и той же лиге, успешно никуда не двигаясь ни вверх, ни вниз. Сейчас повысили лигу на плюс один, и я думаю, что в ближайшем сезоне повысят на еще один уровень. Кстати говоря, в эту пятницу, то есть уже завтра пройдет дуэль между кланами ДМ Клан Геймс и ДМ Лайт, то есть два моих клана, находящиеся в семействе, будут играть друг против друга. Все это дело, естественно, я буду стримить на резервном канале, так что можно будет атаки ребят посмотреть прямо в прямом эфире. Ну и мы же с вами перемещаемся в основной клан Даркмастерс, и теперь посмотрим, как проходит ЛВК в основе. В основе сначала было все очень классно, мы поднялись в лигу мастеров второго левла, в следующий раз мы в ней закрепились, а вот в декабре, честно говоря, было все плохо, потому что мы из нее слились. Но на самом деле здесь было несколько факторов, один из которых то, что мы очень много сил бросили на Лайт. Так как в основе у нас находятся игроки, начиная от девятого Тонхола, а в лиге участвуют только 12 и 11 ТХ, то девяточки и десяточки мы переправили в Лайт, и как правило это были твинки 11 и 12 Тонхолов. Поэтому лично я играла с трех аккаунтов в Лайте и еще с двух в основе, и просто не хватало времени на то, чтобы руководить всем этим действием и продумывать атаки. Поэтому на январский сезон мы поняли, что мы не будем бросать так много сил на Академию, честно говоря, это пошло и нам на пользу, и самой Академии тоже. Ребята стали более самостоятельные, ну а мы в свою очередь, у нас хватало силы, хватало времени для того, чтобы продумать атаки даже на самой сложной базе. И как следствие мы вышли на первое место и спокойно поднялись обратно, откуда слились. Так что сейчас восстановили общую ситуацию. И опять-таки еще один совет, если у вас много твинков, если вы создаете два клана и играете на два клана, то все-таки распределяйте свои силы так, чтобы у вас хватало времени на все. Главное, чтобы хватало времени, сил, желания, потому что в противном случае какой-то клан будет у вас проседать. А возможно даже просядут оба, что будет еще хуже. Что же касается баланса, как я уже изначально говорила, когда только лига началась, в нашем клане было около 5-6 12-х тоннхолов, которых можно было спокойно отправлять на ЛВК. И поначалу нам было комфортно и нормально. Однако спустя какое-то время, буквально 2-3 сезона, мы поняли, что с таким количеством 12-х тоннхолов просто не выживешь в этой лиге. И мы немножечко поднабрали себе 12-х ТХ, и в итоге в этой лиге у нас участвовало около 10-ти 12-х тоннхолов. Остальные были ТХ-11. Однако все равно частенько против нас попадались кланы с 15-12 тоннхолами, и приходилось как-то выкручиваться. И здесь, конечно, необходимо мастерство 11-х ТХ, поскольку им, естественно, нужно двушить 12-е тоннхолы, вне зависимости от того, какая это база, анти-3 или анти-2. И опять же, испытания вам в помощь, плюс участие в турнирах, которые проводятся у меня на стримчанском. Это на самом деле также дает очень много преимуществ и большой опыт в игре, и вам потом самим будет достаточно легко играть не только в ЛВК, но еще и на КВ. Хотя, честно говоря, КВ после ЛВК кажется, ну, просто какой-то разминкой детской, потому что там две атаки, там можно вскрыть базу, проверить, что в кланкасле, ну, в общем, вы поняли. А здесь необходимо атаковать с первого раза, ничего не знаем. Еще один совет, которым почему-то многие пренебрегают, но я думаю, скорее всего, из-за нежелания строить расстановки. И касается это как раз-таки смены баз. Если в ЛВК вас снесли вашим же тоунхоллом на три звезды, то меняйте базу. Вообще, в идеале, конечно, было бы сразу построить до ЛВК, ну, как минимум, три расстановки, а лучше еще и побольше, если речь идет о высоких тоунхоллах, поскольку базы там строить долго и разумно потратиться на новые слоты, которые сейчас уже появились в Clash of Clans, и вы можете построить себе сразу шесть КВ-шных расстановок. Здесь это действительно будет оправдано, потому что если в ЛВК без скрытия вашим тоунхоллом вас снесли на треху, это говорит о том, что база откровенно слабая, ну, либо игроку очень-очень фортанулу, что маловероятно. Поэтому, если вы видите, что вас снесли, конечно, меняйте базу. Скорее всего, вас снесут снова и ваша база просто не выстоит. При подготовке к ЛВК у вас должны быть не только разные базы по расположению строения, но еще и разные типы баз. Речь идет о базах анти-2 и анти-3. Зачем это нужно? Ну, например, против вас попался слабый соперник, и напротив ваших 12-х тэха стоят 11-й или 10-й. Тогда разумно поставить базу анти-двушку с ратушей в центре, потому что 10-й или 11-й тонхолл очень вероятно не смогут ее двушнуть, и будет только одна звезда. Ну, а если напротив вас стоят сильные оппоненты, то, конечно, нужно ставить базу анти-треху, в надежде, что соперник не сможет забрать с нее 3 звезды. Вот как раз таки все эти нюансы и помогают выигрывать лигу. И я уверена, что если взять все эти советы вместе и их применить, то до ближайшей клановой лиги у вас есть возможность хорошенечко подготовиться и потом ее затащить. Не забудьте поставить лайк, если вам понравилось это видео. Также напишите в комментариях свои советы, которые вы используете на ЛВК для того, чтобы выигрывать. Ну, и не забудьте подписаться на канал. Всем хороших войн. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok